Путин в присутствии Назарбаева ругает Америку из Астаны, из-за Сирии. Я не очень понимаю, как наши американские партнеры могут критиковать действия России в Сирии по борьбе с международным терроризмом. А в самой Сирии при поддержке российской авиации началось совместное масштабно сирийско-иранское наступление. В Дамаске иранские политики заявляют о создании новой международной коалиции. Новая коалиция, новая серьезная команда вмешалась. Кыргызстанцев из черных списков российской миграционной службы не пускают в Россию. Санкции обещали отменить после вступления Кыргызстана в Евразийский Союз, но не отменили. Завтра будет ровно два года, как я не вижу свою семью. Дети диктаторов. Не все идут по стопам родителей, но судьбы у всех тяжелые. У самых ужасных диктаторов очень часто и дети вырастают ужасные. В Риге пророссийские активисты разгромили уличную украинскую выставку фотографий. Полиция обвиняет не погромщиков, а организаторов выставки. В свободной стране можно говорить, что 300 тысяч русских надо загрузить в вагон для скотов и вывезти из Латвии. Президент России Владимир Путин в среду прибыл с официальным визитом в Астану. Он проходит спустя всего несколько дней после встречи президентов Украины и Казахстана. В рамках визита Путина участие обоих лидеров в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета в поселке Бурабай. Дурсултан Назарбаев назвал визит Путина в Казахстан особым событием. Он подчеркнул, что Россия – союзник Казахстана и стратегический партнер в Евразийском экономическом союзе. Путин считает, что отношения двух стран развиваются очень эффективно и будут продолжаться и в дальнейшем, несмотря на известные сложности. Сразу же после встречи лидеры Казахстана и России дали пресс-конференцию, но журналистов больше, чем экономическое сотрудничество. Интересовалась ситуация в Сирии. То, что делается в Сирии – это общая угроза для нас, для всех, особенно для Центрально-Азиатского региона. Мы уже знаем о инцидентах, которые произошли на границе с Туркменистаном и сильно переживает и Таджикистан. А президент России Владимир Путин достаточно жестко отозвался о США. Он заявил, что власти Соединенных Штатов отказывают завести диалог по ситуации в Сирии. Накануне Москва предложила Вашингтону встретиться для переговоров, но это предложение было отвергнуто. И вот как прокомментировал эту ситуацию Путин. Наши американские партнёры могут критиковать действия России в Сирии по борьбе с международным терроризмом, если отказываются от прямого диалога и по важнейшему направлению, такому, как политическое урегулирование. Считаю, что эта позиция является неконструктивной и в основе слабости американская позиция в данном случае. Видимо, лежит отсутствие какой-либо повестки дня по этим вопросам. Видимо, просто не о чем говорить. Но мы, тем не менее, оставляем двери открытыми и очень надеемся на конструктивный диалог со всеми участниками этого сложного процесса, в том числе и с американскими нашими партнерами. Между тем, жители Казахстана полностью исключают какое бы то ни было участие казахстанских военных в сирийском конфликте. Но всё-таки этот конфликт к Казахстану не имеет отношения. Ну, напрямую, во всяком случае. И я думаю, что Казахстан не должен в этом участвовать. С Россией у нас очень хорошее отношение. Поэтому, я думаю, может, в качестве гуманитарной помощи, может, будет помогать. Я думаю, что Казахстан, прежде всего, должен защищать свои границы и наш народ. А помогать России, тут уже сложный вопрос. Думаю, что Россия вполне справится. Справится она? Уверен в этом. Ну, конечно, я бы не хотела, чтобы наши ребята там служили. Должен или нет другой вопрос, я просто не хотела бы этого. Россия – это та страна, которая может решать вопросы мировых конфликтов, в той же Сирии, в той же Донбасс, там, решать взаимоотношения с Соединёнными Штатами и с тем же Китаем. Ну, личное моё мнение, наверное, нет. Всё-таки каждая страна должна разбираться со своими проблемами. Вы знаете, я не берусь об этом судить. Я думаю, что руководители таких государств огромных сами решат этот вопрос. Ну, и думаю, что Казахстан и Россия – это единое государство. И у них единая политика, единые цели, миролюбивые цели. И я думаю, что, конечно, они должны обоюдно решать эти вопросы. Наверное, мало Афганистана. Какого-то память отшибло. Тем временем, в самой Сирии правительственная армия начала крупномасштабное наступление на позиции повстанцев под городом Хомс. Мировые СМИ сообщают о подтверждённом участии в этом наступлении военных из Ирана, а также отрядов проиранского ливанского движения Хизбулла. Наступлению предшествовала мощная артподготовка. Как сообщает Рейтер со ссылкой на местное телевидение, Сирийская армия атакует позиции всех противников режима Башара Асада. Это касается как и умеренных повстанцев, так и боевиков, связанных с так называемым Исламским государством и Аль-Каидой. Вы видите кадры, на которых повстанцы пытаются оказывать сопротивление наступающим сирийско-иранским частям. Они вооружены в основном лёгким стрелковым оружием. Тем не менее, бои, как вы видите, носят крайне ожесточённый характер. Рейтер также сообщает, что наступающих поддерживает с воздуха российская авиация, которая не переставая бомбить сирийские города по ходу наступления и подавляет любые очаги сопротивления. Также, возможно, уже в ближайшие часы начнётся наступление правительственных войск на сирийский город Алеппо, который уже несколько лет находится под контролем разных антиправительственных группировок. В этом наступлении также должны принять участие солдаты из Ирана и российская авиация. Впервые за всё время сирийского конфликта высокопоставленные представители Ирана заявляют в Дамаске о появлении новой международной военной коалиции Сирии, Ирана и России. Старая международная коалиция во главе с США не воспринимали развитие событий серьёзно. Они относились к этому как к какой-то шутке. Именно поэтому новая коалиция, новая серьёзная команда вмешалась. Это может привести к дальнейшему развитию ситуации в регионе. Как сообщает Рейтер, атака сирийской армии на приграничные с Турцией мятежные города может разозлить Турцию и вывести её из состояния равновесия. Сирийская армия может перекрыть границу, через которую из Турции поступает помощь мятежной анклавы. Также накануне власти Турции уже выразили свой протест и России, и США, вплоть до разрыва дипломатических отношений, за поддержку военных формирований сирийских и иракских курдов, по которым Турция периодически наносит удары. Турецкие власти считают, что оружие, которое поставляют по воздуху курдам Россия и США, может обернуться против их страны, а хорошо организованные курдские формирования даже опаснее для Турции, чем исламское государство. Россия, в свою очередь, заявляет, что и впредь она будет оказывать курдам, сражающимся с ИГИЛ, военную и прочую помощь. В том, что касается Ирака, например, мы неоднократно говорили, что в тех случаях, когда для взаимодействия центрального правительства Ирака и правительства Иракского Курдистана необходимо подкрепить их усилия в борьбе с терроризмом, мы это делаем с согласия Иракского правительства. Военные формирования курдов на сегодняшний день остаются одной из самых боеспособных сил, противостоящих исламскому государству. Но все попытки помощи курдам на территории Сирии и Ирака до последнего времени сталкивались с решительным протестом Турции. Согласия по вопросам помощи курдам в их борьбе с исламским государством нет и между Россией и США, так же, как его и нет по вопросу, кому из повстанцев помогать в Сирии. В частности, Москва обвиняет Вашингтон в том, что то оружие, которое Америка сбрасывает с самолетов курдам, прямиком попадает в руки террористов. Официально груз был адресован неким малоизвестным вооруженным формированием, командиры которых якобы выразили готовность воевать против ИГИЛ. Честно говоря, после таких сообщений, а это проверенные фактические данные, возникает вопрос, кому на деле, кому по-настоящему достанется это оружие. И к чему приводит такая пассивная, какой урожай она даст. Я думаю, что ни у кого нет четкого ответа на этот вопрос. Никто не знает, в чьих руках окажется это оружие. Десятки тысяч кыргызстанцев не могут въехать в Россию в течение нескольких лет. Их имена внесли в так называемые черные списки. После вступления республики в Евразийский экономический союз им обещали, что их имена из этих списков удалят. Но, как выяснилось, запретный список у каждой службы свой. О протестах запрещенных людей в Бишкеке. Жебек Бегалеева. Утренняя смена для Тенебека самая тягостная. Дочки еще не проснулись. Мессенджер в телефоне молчит. В Москве еще ночь. Завтра будет ровно два года, как я не вижу свою семью. Там дети, две дочки, сын, жена. Младшая дочка звонит по WhatsApp, говорит, скучает. Она же не понимает. Ей всего четыре. Я проверил себя в списках ФМС. Меня там уже нет. Но говорят, что я все еще в черном списке погранвойска. После того, как Кыргызстан вступил в ЕАЭС, Тенебеку и еще десяткам тысяч мигрантов, которые выехали из России, а потом узнали, что они попали в черный список, сократили срок запрета на въезд в Федерацию. Спустя положенное время из списка их фамилии действительно убрали. Однако у каждой службы существует свой собственный черный список. Он не единый получается. Там она такие ББД, там разделяются. А можно иммиграционную службу? А можно и службу? Нет, там еще. Вопросами мигрантов в Кыргызстане занимается отдельное министерство. Сюда, как на работу, каждый день приходят десятки людей. Очень много таких, как мы. У меня там осталась работа, машина. А сейчас говорят разное. Посылают то туда, то сюда. Люди тратят деньги на билеты, улетают. А там выясняют, что они оказываются в черных списках. Многие кыргызстанцы пытаются решить проблему самостоятельно. Желающих помочь с этим в самой России предостаточно. Вы приезжаете в консультацию бесплатно. Вы показываете бумаги, они вам уже говорят, как, по какому пути, через суд. Ну, по ФМС они будут снимать, там, без оснований. То есть цена от этого у них там зависит. По ФМС будут снимать одна цена. От скольки до скольки? Варьируется же сумма. По ФМС, допустим, 25. Допустим. Вот от этой суммы. Они все делают. А насчет гражданства, это что? Тоже гражданства. Могу получить паспорт? А? Могу получить паспорт? Ну да. В министерстве чиновники успокаивают. Закон работает. Просто надо подождать. Информация о том, что ФМС исключила фамилию из списка, доходит до других органов примерно за месяц. 264 тысячи. Из них, конечно, есть какие-то люди, которые не могут въехать, которые что-то неправильно поняли или где-то что-то запутались. Дожидаться ответа от чиновников Тенебек, пожалуй, уже не будет. Через два дня у таксиста самолет. На билет потрачены все сбережения. Если его не вернут обратно из Домодедова, он, возможно, увидит свою семью. Дюбек Бегалеев, Азат Антымаков, Улан Асаналиев, Али Токтакунов. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Далее в программе. Выставку из Украины под названием «Люди Майдана». Экспозицию привез в столицу Латвии некто Сергей Мельников, именующий себя американским фотографом. И хотя вандалов поймали, столичные власти требуют наказать именно организатора выставки за разжигание межнациональной розни. Рассказывает Евгений Эрлих. В рейтинге городских скандалов эта выставка наверняка займет почетное место. Фотографии с Майдана и черно-красный флаг подействовали на особо буйных, словно красная тряпка на быка. Выставку разгромили в первый же день. Погромщиков поймали, но это было лишь началом. Арт-объект подвергался нападению еще несколько раз. Станислав Букаин, по версии следствия, был одним из нападавших. Однако суд его отпустил. На свободе Станислав организовал митинг против Майдана. Большинство жителей Латвии адекватно понимает, что произошло на Украине. Адекватно осознает, что была нелегитимная смена власти. Демонстранты бастуют напротив МИДа Латвии. Хотя МИД как раз поддержал украинский вернисаж. А мэрия выделила под него центральную аллею города. Власти понимали, обстановка будет нервной. Но масло в огонь неожиданно подлил сам организатор выставки. Американский фотограф Сергей Мельников. Вот этим заявлением. Вкратце о выставке. Что вы планируете? Для чего вы тут? Зачем мы для выставки это делаем? Чтобы научить прибалтийские народы гнать оккупантов с земли. Подогнать сюда вагоны для скота. Погрузить 300 тысяч оккупантов. Скоток. И выгнать их на историческую воду. Григорий Федькин именует себя независимым журналистом-блогером. Это он неформально пообщался с фотографом. Не ожидал такой агрессии от людей. Не ожидал просто таких высказаний. Я сам опешил. От того, что в свободной стране можно говорить, что 300 тысяч русских надо загрузить в вагон для скотов и вывезти из Латвии. Заявление Сергея Мельникова взорвало город. На следующий день об этом говорили все латвийские СМИ. МИДу Латвии пришлось оправдываться. Если имели место какие-то высказывания в плане экстремизма, расизма, то мы категорично отвергаем такие высказывания и думаем, что такие высказывания неуместны. Сам Сергей Мельников пояснил. Его слова просто вырвали из контекста. То есть, понимаете, воспользовались достаточно подло. Воспользовался человек, который подошел, сделал закрытую запись. Я не буду на него в суд подавать. Мой дед таких нагайкой гонял. В реальности американский фотохудожник давно уже не скрывает своих взглядов. Кажется, в латвийском МИДе не понимали, с кем имеет дело. А надо было лишь открыть интернет. Россия и русские люди – это 142 миллиона маленьких Путиных. По своей ментальности и по отсутствию ума. Историю Сергея Мельникова латвийские журналисты раскопали довольно быстро. Выяснилось, что он не столько всемирно известный фотохудожник, по его словам, сколько довольно известный аферист. Часть фотографий оказались чужими, ворованными. Многие факты его биографии – выдумка. А вот скандалов хоть отбавляй. В Риге Мельников пригрозил купить всех латвийских журналистов. Вот чек, кэш, на 700 тысяч долларов. Я сейчас его подпишу в прямом эфире. Мы готовы выкупить эту студию за другую сумму, о которой мы договоримся с собственником. Мы вас купим. Мне вообще ничего не выкупим. И вы же будете сидеть здесь и говорить совершенно противоположное. А вы вот уверены сейчас? Уверен. И тут терпение лопнуло у властей города. И они обратились в полицию безопасности с иском на Мельникова о разжигании межнациональной розни. Мы подали письмо в полицию безопасности. Было высказано мнение, что 300 тысяч людей по этническому признаку надо было в вагонах выслать в другую страну. За охрану уличного мероприятия по местным законам отвечает организатор. Но организаторы выставки «Люди Майдана» отказались нанимать охрану. В результате ночью неизвестные окончательно доломали экспозицию. Сергей Мельников теперь грозится отсудить у города полмиллиона долларов за ущерб. Ну вот, как будто и не было ничего. Как в капле воды. Вандалы, противники и защитники Майдана, политики, полиция, попытка подкупа, секретное досье, три уголовных дела, два административных правонарушения и обвинения в разжигании межнациональной розни. Эту выставку рижане, безусловно, запомнят надолго. Евгения Айрлих, Данил Жилинский, Евгения Павлов, Балтийское бюро, RTVI. В США прошла презентация книги «Дети тиранов». Ее автор – журналист Джей Нортлингер. Он рассказал о детях-диктаторах, которые, как выяснилось, не всегда идут по следам своих отцов. Но это больше исключение, чем правило. Репортаж наших американских коллег. Знаменитые диктаторы, так же, как и их дети, это зачастую противоречивые личности, пагубные для человечества, но представляющие большой интерес для психологов. Взять хотя бы нынешнего лидера Сирии, президента Башара Асада. Сын президента Хафиза рос погруженным в себя, любил книги, не интересовался политикой. Все вокруг считали, что отца сменит на посту лидера старший брат Башара – Басиль. В конце 80-х Башар отправился в Англию, где выучился на врача-офтальмолога. Но в 94-м году его брат погиб в автокатастрофе. Башару ничего не оставалось, как исполнить волю отца. Однако, став президентом, младший сын быстро вошел в роль тирана и начал одно за другим совершать преступления против своего народа. По данным правозащитных организаций, на сегодняшний день режим Асада осуществил как минимум полсотни массовых расправ, имеющих признаки этнических и религиозных чисток. От ракетных ударов по госпиталям до применения химического оружия. Журналист Джей Нордлингер, только что опубликовавший книгу о детях всемирно известных тиранов, считает, что как диктатор Башар Асад давно затмил своего отца, хотя в данном случае какую-либо формулу в отношениях детей и родителей вывести трудно. Я не уверен, что существует прямая зависимость между злодействами родителей и тем, насколько кровожадными вырастут их дети. Все эти сыновья и дочери очень отличаются друг от друга и ведут разную жизнь. Хотя некоторые корреляции все-таки прослеживаются. У самых ужасных диктаторов очень часто и дети вырастают ужасные. Классический пример такого случая — Удей Хусейн. Сын иракского диктатора Саддама был прирожденным садистом. Несколько человек, чье поведение показалось ему недостаточно подобострастным, Удей собственноручно застрелил или забил до смерти. Но и его ждала такая же участь. Вместе с братом Хусейн он был бесславно убит в 2003 году во время операции американского спецназа. Дети диктаторов часто становятся одновременно и тиранами, и жертвами. Большинство из них ведет бурную жизнь. Они оказываются в изгнании, в тюрьме, бывают втянуты в войны или их просто убивают. В общем, до безмятежного существования тут далеко, хотя некоторые диктаторы ухитряются долго продержаться у власти и мирно скончаться в своей постели. Но после смерти тирана его дети, как правило, ожидают сплошные беды. В качестве такого примера можно привести жену и детей Иосифа Сталина. Жизнь Надежды Аллилуевой и двух сыновей диктатора, Якова и Василия, была полна несчастий, и ни один из них не прожил больше 40 лет. Яков Джугашвили, старший сын вождя, в первые дни войны оказался в гитлеровском плену, и, по мнению большинства историков, там и погиб. Младший сын, Василий, после смерти Сталина, почти 10 лет провел в тюрьме за антисоветскую пропаганду и умер от алкоголизма вскоре после освобождения. Это не значит, что диктаторскими замашками обладают исключительно мужчины. Многие супруги диктаторов явно могли бы с успехом держать целую страну в ежовых рукавицах. В Румынии Елена Чаушеску была практически со-диктатором наравне с мужем Николай. В Албании Ниджимия Ходжа, супруга Энвера Ходжи, тоже обладала вполне реальной властью. На Гаите Мишель Бенетт, выйдя замуж за Жана Клода Дюалье, обладала огромным влиянием. Нельзя также не упомянуть мадам Мао, которая состояла в высшем партийном эшелоне. Так что, хотя большинство первых леди вели тихую жизнь, некоторые из них принимали участие в бизнесе и жаждали власти не меньше, чем их мужья. Пожалуй, лишь дочери Сталина, Светлане Аллилуевой, судьба улыбнулась несколько больше. Ведя достаточно благополучную жизнь, в 1967 году, оказавшись в Индии, она неожиданно для всех попросила политубежище в США. Быть может, она и не стала счастлива за границей, но дожила до 85 лет и закончила свои дни в свободной стране. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Ислам как образ жизни. Молодые мусульманки в России становятся более светскими и открывают магазины модной одежды. Подробности в репортаже Рейтер. Минареты новой соборной мечети, новые халяльные рестораны и новый образ московской мусульманки – стильной и более светской. Ислам в России исповедует около 15% населения. Но женщина с покрытой головой на улице – всё ещё редкость. Теперь этот платок может быть не чёрным, а ярким, как и вся одежда. Александра Головкова, модный блогер и дизайнер одежды, жалуется, что в Москве до недавнего времени было сложно найти красивый наряд, который бы соответствовал традициям ислама. Поэтому пришлось начать шить самой. Я думаю, дело не в необычности, а в том, как я себя ощущаю в закрытой одежде. Ощущаю себя спокойнее, комфортнее, уютнее. Когда это какая-то оболочка, когда я защищена от всего постороннего мира. Я себя так чувствую гораздо комфортнее. Поддержкой творческих инициатив мусульман занимается компания «Ванди Групп». Их интересуют проекты в сфере красоты и моды. Такие, как открытие магазинов, рассказывает основатель компании Наталья Бодылевич. И это помогает наладить отношения между христианским и исламским миром. За последние три года очень, в принципе, видны результаты потепления аудитории друг к другу и более адекватного восприятия муслим-лайфстайл, так называемого. Когда мы пришли на рынок, индустрия еще не была на этом уровне, на таком высоком уровне. Сейчас мы проводим маркеты в самом центре Москвы. Мы открываем салоны красоты для мусульманок, в которые, конечно, могут ходить не только мусульманки, но специфика как раз в том, что тут не бывает мужчин, что девушки могут снять платок и сделать уход по волосам, например. Магазин «Ирада» открылся в Москве пять лет назад. И сюда приходят не только мусульманки, но и те, кому нужно длинное платье на выход. Или в офис, более элегантное, чем обычно. Заходят и те, кто только готовится принять ислам, но уже хотят одеваться красиво и одновременно скромно. Привыкают к новому образу жизни. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова